Привет всем, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, мы продолжаем ТМС. Написали мне, значит, что каждые пять комфорта дают одного посетителя в день. И мы сейчас это проверить не сможем, потому что я особо не засекаю, кто здесь у нас куда ходит и в каком количестве. Но мы сделаем сейчас одно важное дело. Какое, сейчас ты и узнаешь. Сейчас только поедим и обязательно пойдем и сделаем. У меня каждый раз появляется здесь еда, что ли, или что? И я же не покупал ничего у меня. Откуда у меня еда? У меня есть какой-то человек, который ходит за меня в магазин и тратит свои деньги. Стой, а тут дверки открываются? Нет? Нет, представляешь, не открываются, не пускают меня внутрь. Очень жаль. Идем, значит, к себе в офис. В туалет. Угу. И берем в первую очередь в эту вилку, хотел сказать, отвертку. И несем ее к бездомному. И не к бездомному, а к Валере. Его зовут Валер, у него есть имя. Он многоуважаемый человек. Просто его жизнь немножечко потрепала, и поэтому он сейчас со всей болью, с душевной, с физической, преодолевает тяготы судьбы, преподнесенные ему судьбой. Понимаешь? Это все дело, оно как бы вот сегодня ты там на высоте, а завтра про тебя никто не помнит. И вот с Валерой так же произошло. На самом деле, смотри, он пианист, у него пальцы-то прям вот пианиста. Он учился 30 лет в школе на пианиста. Так и не выучился. Его там отправляли на кучу концертов. Он выиграл там много наград. У него, видишь, его держали в плену. У него, видишь, эти ремни на руках. Это чтобы он не убежал из школы пианистов и играл там. Он под музыку до сих пор так вот пританцовывает. В общем, такая вот жизнь у Валеры пианиста. Собственно говоря, что мы хотим сделать? Сказали, держатели купи в туалет. Они, мол, дают комфорт дешевый, и как бы ты можешь им приманить посетителей. Отстань со своими духами. Ёлки-палки, ты достал меня со своими духами уже. В конце концов, покоя не даешь. Сейчас распылим духи. Помоем грязюку на полу. Да я понял уже, что ко мне больше придет, если распылить. А если ты будешь смывать, то я буду рад тебя видеть. Да, так оно и работает. Говорит, погоди, погоди, погоди. Не иди туда, я там не смыл. Написали, что нужно взять и купить дорогой унитаз самый. А я тебе вот что скажу. На дорогой унитаз нужно накопить. Вот опять это зомби идет. Дорогой унитаз нужно очень долго копить, а на эти деньги можно вызвать 4 танцовщицы. И естественно, почти, можно сказать, приблизиться к выполнению главной поставленной задачи в этой игре. А это отправиться в отпуск. Вот так вот и живем, да. Мне кажется, это немножечко кривовато. Стоишь прям 5 секунд. Ну так. Так будет самое оно. Так, 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 так. Где здесь еще нужно распылить духи? Везде. Я понял. Тетенька, нежный бриз. Побрызгайся. И ты тоже побрызгайся, естественно, чтобы от тебя не пахло ни в коем случае. Вдруг сейчас пойдешь знакомиться с каким-нибудь молодым человеком, а он тебе скажет, фу, от тебя неприятно пахнет, а я на тебя побрызгал духами, и от тебя стало вкусно пахнуть. Это же подарок судьбы. Бесплатные духи. Так, вроде бы нигде больше не моргает эта зеленка. Мы можем со спокойной совестью бросить вот сюда вот духи. Смотри, посетителей-то посетителей сколько ходит. И пойти протирать полы. Ну, ты не видишь, я здесь убираюсь вообще-то. Ты можешь уважать меня и мой труд? Нет? Я тебя сейчас протру, блин. Вот так вот будешь сидеть здесь, и... Господи. Стыд, позор. Как же ты выглядишь ничтожно. А ты куда идешь? У меня места все занято. Все места заняты. Ты смотри-ка. Он идет даже с учетом того, что я это самое. А что дверь не открывается? Я же уже... У меня получалось открывать дверь, а сейчас не получается, смотри. закрыть. И сейчас еще один человек должен прийти. То ли это баг, то ли это что-то из этого разряда. Если это по факту баг... Ёршик. Если это по факту баг, то можно нафармить так денег. Почему нет? Как мне один человек там написал в комментариях под хаус флиппера, мол, ты можешь открыть исходный код, там, ну не исходный код, а вот... Хренай себе двурукий человек. Исходный код можешь открыть, можешь там... циферки поменять и все дела. А я хотел спросить, а для чего тогда играть вообще? Если можно просто циферки поменять и все, и купить себе все, что захочется. Я, конечно, понимаю, что тебе хочется посмотреть на творчество, но творчество это тоже... Только лишь маленький аспект этой игры. Цель там все-таки... Игры это именно играть. Просто играть. Выполнять миссии. Ремонтировать дома. Выполнять проекты. Выполнять какие-то задания. А просто-напросто получить все деньги и потратить эти деньги на все дома, которые можно там приобрести. Но это, я считаю, это неинтересно. Абсолютно это глупо. Любая игра взламывается спокойно. Любая оффлайн игра взламывается спокойно. А любая онлайн игра взламывается неспокойно. И если очень сильно захотеть, можно взломать все, что угодно и получить сколько угодно каких-либо ресурсов. Только для чего? А зачем это все делать? Я не знаю. Я не вижу смысла в этом действии абсолютно. Поэтому я играю честно. Я играю для себя, для тебя, для нашего с тобой обоюдного удовольствия. Естественно, никак иначе не может быть. И поэтому, ну, я считаю, что счетами какими-то или же просто такой вот глупой накруткой по типу изменения в каком-то текстовом файле циферки с твоими сохраненными деньгами на гораздо большие деньги. Тоже не вижу смысла, короче, в этом во всем. Нужно нам купить с тобой два вот этих вот держателя для бумаги. Два же? Нет, у нас в каждом по одной. То есть можно еще четыре спокойно купить. Давай две купим пока что. Пока что две прикупим. И потом. И потом. Так, отправить в туалет. Посмотрим уже, сколько еще можно купить. Дорогой унитаз, смысла я пока не вижу покупать. Тем более, учитывая количество моих денег сейчас, я и не смогу этого сделать. Следовательно, следовательно, комфорт четыре. Можно еще одну накличку за бабах? Нет? Куда-нибудь еще. Обычный дешевый унитаз. Можно вот этот унитаз прикупить после этого. Правда, пока смысла я тоже этого не вижу. В этом во всем это глупо. Дверь. Дверь это классно. Дверь, смотри, четыре комфорта вместо одного. Просто здесь как бы два комфорта, а здесь четыре комфорта для унитаза. Хренасе, денюшка из воздуха появилась. Так что вот так вот. Плиточку. Плиточка у нас уже и так есть. Она вся стандартная, стандартный набор, и он не нужен нам. Мы и так им воспользовались. А вот такую вот плиточку, а лучше вот такую вот бы я бы прикупил. Но я так понимаю, каждая стоит по 100 евро, и столько денег тратить тупо для того, чтобы было, оно как-то не круто. Вообще не круто. Так, пианист Валера, ну у тебя тут что вообще? У тебя все... А, вон, все, все включено. А тут что? Ну тут, наверное, тоже все хорошо. Хрен его знает, наверное. А ты что за мной следишь, Валер? Все хорошо? Никто тебя не обижает? Ну то мало ли что. Ну то, пойдемте положим, ой, положим держатели для туалетной бумаги на их законное место, повесим точнее, и пойдем спать, чтобы не тратить зазря время и не тратить, как его называют, тут хоть время ни ролика, ни время мое, твое, и вообще любое время не тратить. Шесть комфорта, я так понимаю, когда мы сейчас будут гонять только в путь, можно еще повесить еще два держателя и получить еще шесть комфорта. Я так понимаю, у нас отбоя вообще от клиентов не будет. И если это на самом деле так, то мы этим сейчас и займемся. Просто лучше сейчас вложиться, потратить немножечко денежек и получить такой нехилый профит. 51 еврик есть, и это меня не ощутимо, а немыслимо радует. Я могу, кстати, вызвать сейчас уже танцовщицу, но пока что мы этим заниматься не будем. Вот когда накопим 100 евро, попробуем вызвать. Пока что в нуле я опять же свой этот экономический мозг включаю и не хочу тратить 100 евро, 50 евро в ноль. Как бы не прямо в ноль, там один евро останется, иначе нам с ними сделать. Ума не приложу. Нет, не хочу поспать, я же поспал уже. Вроде за ночь не обворовали, все на месте. Пицца. А че, пицца сразу съедается? Не, не круто. Кафе эспрессо. А можно кофемашину? Тут есть... Чего? Чего? Чего-чего-чего? А че делать надо? А-а-а! А где она? А где, а где кофеек-то? Я понял, как в эту игру играть. Так, а это что? Это ложку с сахаром. Молоко... Куда ты мотаешься, дурень? Как я тебя должен ловить-то? Ты ж по всему экрану мотаешься. Сосит. Ну, сосит так сосит. Так, возьмем кофейку. А как он мот... Все. Каша, а не кофе получилось. Получилось. И... Ну, наш... Этот клиент хотел сказать... Наш главный герой, наверное, доволен тем, что у него получилось. Это самое главное. Попил, и слава богу. Не нужно ему больше. Есть. Кофейком наелся на целый день. И радостный. Почему эта наклейка вот тут вот? Если было бы гораздо более правильно повесить вот сюда. Я не понимаю. Но получше никто не видит. Я аж сам даже не вижу. Ой, грязюк, 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 грязюк. Нужно отмывать срочно. А то совсем не круто. Люди ходят, а мне тут грязно. Комфорт плюс один. Кстати, мне нужно посмотреть в телефончике, сколько комфорта. Статистика. 11 посетителей. 44 комфорта. 44 и 11 посетителей. Это получается каждые четыре комфорта один человек. Правильно? Да, скорее всего, да. Так, пойдем, прикупим. Давай, деньжатки ваши. И я пойду покупать вам держатели для туалетной бумаги с полочками для телефона. Естественно, как без них. Полочки для телефона на держателях туалетной бумаги очень важны. Немыслимо важны. Ты даже не представляешь, на самом деле, их ценности. А, зачем я сюда нажал-то? Дурак, что ли? Купить. Точнее, купить, положить. Купить. Отправить в туалет. Нажать. Пойти купить. Отправить в туалет. Почесаться. Побежать. В эту. В нашу заведение. И разложить. А, кстати, нужно погнать еще купить туалетные бумаги. Но это после того, как мы развешаем. Держатели. Вроде культурные люди со стороны, да? Смотришь на них, а смывать не умеют. Ой, женщина, у вас не смыто. Как же вы сидели на унитазе на несмытом? Вам самим-то было комфортно? Могли бы подойти, да? Чего ты не умолишься, стоишь? Да, я хотел держатель тебя поставить. Ну, выйди. Что за человек? Вот серьезно, я же стоял прямо рядом с ней. Почему нельзя было подождать, пока поставлю? Все, тетя. Ой, как это мило. Все, сиди дальше. Пойду за туалетной бумагой сгоняю. И заодно глянем, сколько сегодня будет посетителей. С комфортом 50. Думается мне, что как раз таки и будет 12. 12. 12 же получается. 12. Ну да. Плюс-минус. Арома. А, естественно, арома покупаем, потому что это так и должно быть. Отправить в туалет. Здесь у нас что? Здесь у нас не нужно. Ой, что это такое? Это тоже бесполезная какая-то ерунда, которая не используется никак. Швабра-Вантус. Это все у нас есть. Ну, погнали. Погнали. Развешиваем туалетную бумажку. Смотри, народ сколько ходит. Прям все ко мне стали ходить. Это же здорово. Так, а где это самое? Туалетная бумага-то? А? Девушка, женщина, вы видели туалетную бумагу? Нет? Мне под зарез она понадобилась. Так. Так, мужчина, у вас тут что? У вас тут что, запор? Нет, тут у этого, походу, был запор, а Швантус нужен. Подожди. Да, ну, уйди. Бляха-муха, двигает меня во все стороны. Закрыть. Смыть. Смыть. Еще комфорт-3. Вообще отлично. Пойдем. Положим на место туалетную бумагу. Соберем деньжатки. Распылим. Везде. Духи. Океанский бриз. Как без этого? Так, тихо. Вот сюда. Сейчас Вантузом надо будет протереть унитаз. И будет вообще круто. Все будут радовольны. Радост. Ой, тихо. Вантус. Вантус, вот он он. И мы пошли его отк... Ох, господи. Фу. Какая противная хренота. Ёршик ему еще надо теперь тереть. Дедуль, подожди. Дедуля, подожди. Только не ходи туда. Сейчас я закончу тут со своими делами. И ты придешь. Ох, еще смыть надо. Тут тоже все плохо. Ну, елки-палки. Что вы с ними делаете-то? Вот тут даже анимашка с моего есть. Круто. Не, ну деньги зарабатываются только так. Ты смотри. Уже 87. Круто. Реально быстро. Реально быстро. Людей куча ходит. Просто миллионами толпами валят. Самое главное, что они приносят деньги нам. Это меня не может не радовать. Тетенька, я забыл там смыть, по-моему. И там очень грязно. А ты туда пошла. Ну и ладно. На, подыши свежим воздухом. Комфорт минус три. Что такое? Туалетная бумага, что ли, закончилась где-то? Скорее всего, да. Потому что три комфорта дает туалетная бумага. Именно она. И если она закончилась, это значит, что нам нужно ее пополнить. Логично? Просто обосраться, как логично. Да, туалетная бумага кончилась. Смотри. Какой я догадливый. И здесь смыть нужно. Так, а вот здесь вот где-то нужно распрыскивать? Нет? Нет, не нужно. У нас, кстати, заканчивается уже тюбик. Так, банка вот эта с освежителем воздуха. Комфорт минус один. Сейчас протрем. Подожди. Это может значить лишь одно. Нам нужно будет еще купить одну. Так, ну по моим предположениям, нам нужно уже вызывать танцовщицу. Сколько у нас сегодня посетителей было? Статистика. А, я так понимаю, тут нужно именно дождаться. Опа, что там сообщение? Читай. Да, конечно, давай. Что, у нас закончился договор уже, да? Что мне предлагают еще одну рекламу повесить? 107 евро. Я так понимаю, сейчас ко мне никто не придет. Пойдем домой к себе. Вызовем танцовщицу. И она уже покажет конкретно, что нужно, что не нужно. И как нужно. Так, иди давай. Иди, 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 иди. Сейчас вызовем девочку. Сюда. Давай, шторы закроем, чтобы не было здесь лишних глаз. Свет погасим. А что это он не гаснет? А, он погас. Это такой свет у нас. Ошалеть. Такая светлая комната, гляди-ка ты. Ну ладно. Давай займемся вот чем. Зайдем в школу танцев. Войти. И вызовем какую-нибудь вот... Дай вот эту. Ой, господи, она жопа показывает. Зачем она это делает? Вообще непонятно. Я ее вызываю, чтобы поехать в отпуск. Меня вообще она не интересует абсолютно. Ну ты прекрасно понимаешь, что я тебе объясняю-то. А можно сесть куда-нибудь подождать там? Да, можно. Я посижу вот здесь. Подожду, так сказать, прихода Эвелин. Сейчас я седу поудобнее немножко. Вот так вот. А то спина затекла уже. Ну я так понимаю, она будет приходить. Они будут приходить к нам. Мы будем выстраивать с ними какие-то дружеские отношения. И, естественно, по ходу вот этих вот отношений мы каким-то образом приблизимся к дружбе. И они согласятся с нами поехать в этот отпуск. Но как-то иначе я не вижу какого-то другого этого, как его называют, выхода, варианта. Так, подожди, я хотел закрыть телефон. Стендбай. Блин, может она за дверью стоит и зайти не может? Ух, бляха, муха. Что такое делаешь-то? Ладно, я на диванчик сяду. Чтобы мало ли что не случилось с сердцем-то. Возраст уже не тот. Чтобы на такие вещи смотреть. С открытыми глазами. Но если что, я вырежу по-любому, потому что это дело не пропускается. Тетя, заканчивай здесь трясти своими этими беляшами. Давай договоримся с тобой, что ты со мной поедешь в отпуск. И можешь быть свободна. Как комбала какая-то, блядь, на самом деле. Что это такое вообще? Музыка-то хоть где? Включите музыку, что ли, чтобы я хоть понимал, что она делает. А то мне кажется, что у нее этот приступ какой-то. Игра сохранена. Спасибо. Комфорт. Блин. Теть, я пойду в душ сгоняю. Подожди. Поем и в душ схожу. Ты тут пляши пока. Ух, бляха-муха, она разделась. Че творится-то? Че творится-то? Че происходит? Ходит. Вообще лютая хрень какая-то. Ну давай я тебя вот так вот на превьюшку засуну, чтобы это, чтобы было. Вот так. Ну давай еще чуть-чуть. Вот, вот молодец. Вот так. Вот вообще отлично. На тебе посветлее, чтобы было, а то ты как-то это, дергаешься странно в темноте. Может, ты не видишь стен, может, не видишь меня, я не знаю. Ты что-то прям вытворяешь такое нелепое. Теть, а теть, может, тебя покормить? Давайте дам вот, у меня есть фасоль в банке. На. Блядь, это я сам сожрал. Нормально тебе все? Не? Че? Че ты дергаешься-то? Вот это вот, что это такое вот? Зачем ты вот это делаешь? Можно что-нибудь посмотреть? Че тут у нас с тобой есть в статистике? Эвелин отношения ноль. Почему ноль? А сколько надо? Homeless friendship 3. Я так понимаю, что нам с тобой нужно что-то, что-то такое. Это что-то такое. 13 посетителей у нас было вчера. Время 10 часов. Женщина заканчивает трясти своими булками. И ступай домой. В противном случае я вынужден буду вызвать полицию. Что это, блядь, за буги-вуги? Что ты делаешь? У тебя неплохо получается, но я прям вижу, что ты из школы танцев, а не из университета танцев. Потому что именно в школе, наверное, так и танцуют. Вот это вот... Что это, блях, муха? Даже вот эта вот будка в телевизоре. Hello. И та веселее. Ну, hello, блядь. Здороваются, когда входят, а не когда уже уходят. Мне понравился танец, ты великоле... Нет. Благодарю. Могу ли я предложить тебе что-нибудь поесть или вывезти? Может, придем... Что, кофейку тебе надо махнуть? Подожди, 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 подожди. Это без проблем, это я тебя сейчас намучу. Ну-ка, а что еще-то надо? А где кофе-то? Кофе-то где? Вот он. Ложку сахара нужно. Ложку сахара. Только, мне кажется, гораздо больше, чем ложка здесь уже. Молочко. Так. Кофеек. На. Сколько у тебя там? 14 секунд еще. Ошалеть как много. Махни, и давай посмотрим, что у нас с тобой. Отношения. Эвелин, одно. Одна. Единица. Да ладно, ты что, издеваешься? Сколько мне тебя надо терпеть-то? Серьезно, единица. Это мне надо их всех вызвать по три раза, что ли? Четыре. Двести. Шестьсот. Шестьсот евро потратить. Представляешь, нужно. Но в целом это вообще реально. Это не так сложно, но, видать, нужно продуктами закупиться. Ввиду того, что она вот кофейку попросила, а у меня больше не осталось ничего. И нужно все-таки заняться нашим общественным туалетом, потому что мы что-то как-то просрали целый. О-о-о! Полиция рядом, полиция, 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 полиция. Скорее, бежим, 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 бежим. У нас там счетчики. Надо это подкрутить. Как? А-а-а! Они что, это самое, что ли? Они не работали так, как нужно? А-а-а! А я что, должен буду заплатить? И что, это сколько с меня нужно... Сколько с меня снимут? Я, блин, думал, что у нас уже все подкручено, и счетчики не считают. А тут оказывается вот такая вот история. М-м-м, дружище. Вот так вот я огорчен. Так, смыть. Да смыть наш... Мужик, уйди, пожалуйста. Не видишь, чем я занят? Так, вы тут что, ходите, 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 ходите. Как проходной двор, бляха-муха. О-о-о! Здесь все плохо уже. Здесь уже все совсем плохо стало. Опа. Здрасте. После тебя нужен Ёршик, после тебя нужен Вантус. Женщины, бляха-муха, женщины. Ёршик и Вантус, Ёршик и Вантус, Ёршик и Вантус. Ох, тараканы, серьезно? Откуда они здесь появились? Ну, конечно, откуда они могут появиться? Ты видишь, какой срачельник они в туалете развели? Я так понимаю, что у нас комфорт тоже падает, когда у нас тараканы всякие заводятся или что-нибудь еще. Ну, как бы, они должны, когда заводятся, комфорт должен падать, наверняка. Как бы, комфорта-то мало рядом с этим вот, с этими созданиями находиться. Ты как ходила в этот туалет? Объясни мне. Тут чистить нужно. Не чистить, уже откачивать нужно. Блядь, Ёршик. Закрыла меня еще внутри женщина. Неприятная женщина закрыла меня в кабинке туалетной. Ой, даже не знаю. Ну, в принципе, можно быстро все это дело организовать, быстро накопить эти деньги. Ну, потому что у нас в день, получается, смотри, уже 92 евро. Ой, блин, он чуть за дурак бегает. А это дезинсектор. Ёпта, мать, в сталкер переиграл, что ли? Мне кажется, ты как-то не так должна работать. Хотя, хрен тебя знает, как ты должен работать. Это дело твое. У нас две туалетные бумажки кончились. Нужно срочно идти и раскладывать. Не-не-не, не то. Вот это. Угу. Так. Раз. Комфорт плюс три. Два. Комфорт плюс три. Женщина, отойди. Я здесь работаю, и мне можно ходить без очереди. Везде, где только я. Ой, блядь. Опять засрали. Опять засрали. А тут ёршиком надо пользоваться. Это ёлки-палки. Представляешь, на танцовщицу отвлёкся, и всё. И по одному месту всё полетело. Сюда брошу. Да блин, да что ж такое-то? Заносчивый очень у нас молодой человек. Он очень бегает. Так странно. Он поворачивает очень медленно, и поэтому меня заносит, ты видишь, в стены. Просто реально в стены уносит. Да что ты вот. Вот я, по моим расчётам, я должен был уже обойти эту стену. Так, откачали все недуги из унитаза, или как они, нечистоты. И можем спокойно ещё протереть ёршиком, отполировать, смыть и наслаждаться чистыми унитазами. Как бы неплохая игрушка, знаешь, она мне нравится. Это уже третья серия у нас же получается. Как бы ты мог понять, она мне нравится. Это лучше гораздо, чем те симуляторы, в которых нет цели. И геймплея абсолютно в ноль. Я не знаю, чем зацепила людей игра Бейкери Шоп Симулятор, учитывая, что аж написали люди. Мало того, что посмотрели в таких количествах, так ещё и написали, что продолжай, мне понравилось. Что там может понравиться? Это абсолютно недоделанная поделка выпускника ПТУ. И стоящее, хочу заметить, 300 рублей на распродажу. Это же вообще ни в какие рамки. 300 рублей ни за что. Просто за одну комнату, блядь, которой ты можешь только покупать продукцию. Всё, больше ничего там делать даже нельзя. И можешь сохраниться, выйдя в дверь. Вот так здорово. Что там может понравиться? Парень, который написал мне, типа, тебе это нравится? Играй лучше вот в Бейкери какую-то там... Ну, короче, другую игрушку. В Кукинг, по-моему, какую-то. Хренец знает, короче, как называется игрушка. Я посмотрел, там она тоже не особо хорошая, как ты её посоветовал. Но она лучше... Да, спору нет, она лучше, чем Бейкери Шоп Симулятор, но всё же нет. Написал, нравится тебе действительно ли нравится? Нет, конечно, если бы она мне действительно нравилась, она бы вышла хотя бы в 40 минут. Там, по-моему, 20-минутный ролик. И можно же было понять, потому что... Ну, по той длине ролика, которая есть, 20 минут, что она мне не понравилась. Потому что видел, сколько по трейдеру я выпустил роликов. Да, он типа корявый, весь косой-кривой, и мало что там можно делать, но там было что-то, там было что-то разное. А в этой нет. А в этой игрушке нет абсолютно ни черта. И поэтому мы, как бы, её проходить не будем в коем случае. Это глупости и... Абсолютная пустая трата времени, денег. Я не думал, что он настолько наплевательски можно относиться к своим покупателям, так сказать, к своим клиентам. К клиентам твоего, так сказать, к потребителям твоего продукта. Я, конечно, понимаю, что вот у нас в стране, да, очень развита именно спекуляция. У нас одни спекулянты, у нас ни черта производить сами не могут, но продают, будь здоров. Так вот, даже с учётом того, что сделал он это сам, лучше бы он у кого-нибудь своровал и продал. И лучше бы это выглядело, наверное, лучше. А тут он, получается, херню какую-то сморозил, сделал что-то. А что сделал, блядь, херу поймёшь? Какая-то игрушка, она недоделанная. Я буду надеяться, что он её, конечно, сделает. Возможно, какая-то обнова пройдёт. Может быть, там что-то добавит, какой-нибудь выход в город хотя бы, не знаю. Ну или хоть что-то там добавит, а не просто 14 элементов для кухни и несколько ингредиентов для приготовления пищи. Вот это вот, блин, охереть геймплей, конечно. Так, давайте насовщиться ещё. А, нет, погоди, у нас кофеёк-то есть? У нас кофейку-то нет. Пойдём в магазин продукции, продуктов и купим там что-нибудь. Купим что-нибудь, а потом вызовем танцовщицу. И, естественно, после этого закончим серию. И назовём её с тобой. Либо Валера Пианист, либо... Либо-либо-либо-либо-либо, не знаю, как-нибудь ещё. Что это? Можно домой отправить? Да, можно домой отправить. А ещё нам нужно кофеёк. Ты давай не дури. Зачем ты подвисаешь? Как можно назвать серию? Можно назвать серию по типу выстраиваемым отношениям. Дружба с танцовщицами. Ну, или что-нибудь эдакое. Чё, утро уже, что ли? Вот это время летит. Вот это я понимаю. Наверное, я половину ночи бегал, просто мыл туалеты, и поэтому время не заметил, как прошло. Возьмём почтовый ящик, что-то у вас есть счета. Ну, ебать. Серьёзно. Охренеть. 23 евро осталось. Пошёл я подкручу счётчики. Время-то на сколько? 9 утра. Всё, туалет открылся, естественно, мы идём на работу. Не получится, наверное, у нас в этой серии ещё одну танцовщицу заказать, потому что ты представляешь, 90 почти евро за воду с электричеством. У меня же здесь нет даже электричества как такового. У нас тут фонель один и тот не работает, мы ночью не работаем, тут свет не нужен. Чё это за бред? За что с меня просят такие огромные деньги? Ну, полицейских здесь больше нет, я так понимаю, они здесь больше не ходят, они были прям совсем тут недавно, и, следовательно, можно спокойно пойти к Валере, к Валере, наладить там экономию, и, собственно говоря, и, собственно говоря, давай начнём с воды, потому что она делается гораздо проще. Так, так, так. Вот это самая простая игра, и с ней у меня проблем не возникает, а вот это вот дело, которое тратит огромную кучу нервов, и, и, блин, кнопку надо было в углу вообще поменьше сделать, чтобы я точно не мог по ней попасть. Ну, а зачем её делать большую, правильно? Блять, ну, понятно. Ладненько, давай ещё разок. Но лучше вот помучаться сейчас, чем потом тратить такие огромные деньжища за то, что ты не пользуешься электричеством, ну, это же вообще глупо. Я говорить особо не буду, потому что я концентрируюсь. Молодец. Как здесь выглядит, когда выключено-включено? Никак, видать, не выглядит. Оно как выглядело, так и выглядит. Закрыть дверцу. Закрыть дверцу. Валер, извини, еды нет. Сюда придёт больше, если распылить, понятно. Вы не пердите так громко и вонючо, чтобы здесь не пахло, чтобы мне не приходилось тратить освежитель воздуха. и тогда, может быть, не придётся мне тратиться на вас тупорылых таких людей, которые см... Я просто смыть. Извините. Это просто бит... Тараканы! Откуда они здесь опять появились-то? Сплошные проблемы какие-то. Ты представляешь, только начали копить, только получилось у нас накопить деньжат, так они просто начали тараканы появляться, счета пришли, ещё там что-то произошло, ещё то, сё, пятое, десятое. 33 евро. Давай деньги свои, быстро. Сколько у нас комфорта? Мало, наверное, очень. 46. А чё 46? А где ещё 3? Почему 3? Трёх нет у меня ещё. Погоди. Туалетная бумага где-то кончилась? Нет, здесь всё есть. А здесь? И здесь вроде всё есть. Может быть, из-за тараканов? Ну, вполне возможно. Как бы не мудрено здесь. Я именно это и хотел сказать. Не пойму, в связи с чем появляются тараканы. Я понимаю, почему засоряется туалет. Я понимаю, почему там... Не знаю. Почему... Почему... Почему? Хотя... Нет, я понимаю только, почему засоряется туалет. Потому что, например, у нас... У нас ломалась, как её называют, раковина. Просто в момент, когда мы её поставили на... На пол. Просто мы её поставили. Мы купили новую и поставили на пол. И она у нас сломалась. Так что здесь... Да что такое-то? Так что здесь нет никаких причин и следственных связей. Здесь просто-напросто... Вот есть вот это. И вот как хочешь, так с этим и живи. Ёршик нужен. Ёршик. Ёршик, ёршик, ёршик. Ну ладно, танцовщицу, значит, в следующей серии с вами закажем. Ещё одну. А эта серия у нас сейчас заканчивается. Ввиду её уже долительности. Деньги у нас на танцовщицу есть. В следующей серии прямо в самом начале закажем именно её. Так что давай мы с тобой попрощаемся. Спасибо большое за просмотр. Ставь комментарии, пиши лайки. И, естественно, увидимся с тобой в следующей серии, в следующих видео. Пока.